Мы в новом эфире. Активная жизнь на пенсии. Это стало осознанным выбором и образом жизни для большинства алматинских пенсионеров. Они участники государственной программы «Активное долголетие». В клубах занимаются йогой, учат языки, обучаются финансовой и цифровой грамотности. Хадлаш Минаяков побывала в Центре активного долголетия и расскажет подробнее. В этом Центре бабушки активно занимаются спортом, а у Ажуманова ходят сюда уже восьмой год. Интересы разносторонние. Йога, скандинавская ходьба и даже программирование. Но главное, а у АПА приобрела здесь новых друзей. После общения с ними и активных занятий поднимается настроение и появляется бодрость, говорит пенсионерка. В основном хожу я на йогу, на икуне, на скандинавской ходьбу. Четыре раза в неделю посещают, постараемся. Ну, у каждого разный организм, организм по-разному влияет. Бывают и плюсы, и минусы. Моему организму нравится. После 60-ти жизнь только начинается, говорят пенсионеры. Здесь они изучают английский язык, занимаются рукоделием, поют и учатся гончарному ремеслу. Я сегодня четвертый раз посещаю этот центр. Хочу овладеть росписью по керамике. Учусь потихоньку. Мне нравится. Завтра попробую сделать чашу на гончарном круге. А Светлана Насырова посещает курсы, которые помогают освоить смартфон. Хочет самостоятельно с помощью мобильного приложения получать государственные услуги в электронном виде. Ну, знаете, уже тяжеловато, прямо скажем. Мне, когда я работала, это как-то там студенты подскажут, и сразу все в голове остается. А то тут и запишешь, и все, все равно, конечно, да. Уже есть отставание немножко. Ну, вот я пять лет не работаю и немножко подзабыла, конечно. Сегодня такие центры открыты во всех районах города. Они бесплатные для пожилых алматинцев. Крылый Гашмина, Якова, Бен Нарымбаев, Хабар-24, Алматы.